Здравствуйте! Это программа Радиорубка. Программа, в которой вес имеет только сила слова и сила аргумента. Как всегда, в этой студии мы будем спорить и слушать аргументы по двум позициям, которые противоречат друг другу. Но, по крайней мере, именно таким образом и строится эта передача. Но начну я вот с чего. Известно, что 8 сентября, а все меньше и меньше остается времени до этого дня, единый день голосования. В том числе, 8 сентября мы, вполне вероятно, узнаем и имя мэра Москвы. Итак, кандидатов 6. Это зампредседателя ЦК КПРФ Иван Мельников, председатель Справедливой России Николай Левичев, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев, самовыдвиженец Сергей Собянин, председатель партии Яблоко Сергей Митрохин и кандидат от РПР Парнас оппозиционер Алексей Навальный. Впрочем, судьба последнего в качестве кандидата еще на прошлой неделе висела буквально на волоске. Ведь председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что комиссия может отозвать регистрацию Навального на основании проверки поступивших жалоб. Однако на сей день, как мы понимаем, этого не произошло. Возникает вопрос, снимать ли Алексей Навального с выборов мэра Москвы за нарушение в ходе кампании. Вот здесь мы ставим знак вопроса. И я представляю тех, кто готов представить свою позицию и свои аргументы при ответе на этот вопрос. Это журналист, политический обозреватель Комсомольской правды Александр Гришин. Добрый день. И колумнист Комсомольской правды Сергей Черных. Здравствуйте. Здравствуйте. Навальный в политике с 2000 года, с момента вступления в партию «Яблоко». Исключен из партии с формулировкой «за нанесение политического ущерба», в частности, за националистическую деятельность. Стал соучредителем национал-демократического движения «Народ», активный участник протестных акций на Болотной площади и проспекте Сахарова. В 2013 году на досрочных выборах мэра Москвы был выдвинут кандидатом от партии РПР «Парнас». Официально зарегистрирован кандидатом в мэр 17 июля. 18-го признан Ленинским районным судом города Киров виновным в хищении имущества государственной компании «Кировлес» и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Навальный женат, имеет двоих детей, 2001 и 2008 года рождения. Родители Навального владеют Кобяковской фабрикой по лозоплетению в Одинцовском районе. Отец – генеральный директор предприятия, мать – коммерческий директор. Брат Олег Навальный был первым замдиректора ИМС Почта России. Отвечал за автоматизацию пункта почтового обмена в Шереметьево, где в апреле нынешнего года скопилось 160 тонн посылок. Уволен 3 июня нынешнего года. Проходит вместе с братом-оппозиционером по делу о мошенничестве и отмывании денег. Ну что же, а мы сейчас, после того, как мы вкратце вспомнили, чем же знаменит Алексей Навальный, скорее, это информация для тех, кто смотрит телевидение «Комсомольская правда» в регионах и не очень внимательно следит за той баталией, которая развернулась здесь, в Москве. Так вот, эта информация была для вас. Такая небольшая историческая справка. Ну а сейчас свои аргументы в пользу той или иной позиции выскажут наши сегодняшние спорщики. Итак, я обращаюсь к Александру Гришину. Пожалуйста, нужно ли снимать Навального с выборов? Да, да, однозначно. Совершенно однозначно, да. Я бы хотел только добавить, вот в той справке, которая прозвучала, да, и так в видеоряд очень хорошо умело был подобран, что на словах о приговоре в 5 лет показали девушку или женщину, которая... Утирающую слезу? Утирала слезу, вот, не рыдала просто-напросто. Вот, я бы там поправил, человек, который читал этот закадровый текст, с тем, что адвокатская деятельность данного персонажа, она немалоизвестна. Малоизвестна — это когда известно, ну, хоть что-то, но известно. А вот адвокатская деятельность данного персонажа, она просто неизвестна абсолютно никак, нигде и никому. Может быть, ему самому, но он свято хранит эту тайну. И так, за что же на самом деле, как я считаю, надо снимать Алексея Навального с выборов? Вот, правда, вряд ли Мосгорсберком, опять же, мог бы это сделать, отозвать регистрацию и так далее. Он мог обратиться к таким ходу, соответственно, в суд, скорее всего, потому что по суду у нас только снимают. Вот, но они этого делать не стали, ограничились неким таким оральным предупреждением, Устном, в смысле. Через Уралу. Да, через Уралу, да. Предупреждением. Дескать, ты мальчик, причем звучало фантастически. Он еще молод и неопытен, поэтому мы дадим ему шанс исправиться. Что же он должен был исправить? Ну, во-первых, поступили на самом деле жалобы на незаконную агитацию со стороны другого участника процесса. Это кандидат от «Справедливой России» Николай Левичев. Те, кто живут в Москве, помнят эту знаменитую историю. Александр, у вас две минуты, не забывайте. Две минуты. Вот, хорошо. Значит, незаконная агитация, незаконные источники финансирования и незаконные бизнес-активы за рубежом. Этого достаточно, на самом деле, по крайней мере, двух из трех оснований, достаточно для снятия Алексея Навального с выборной дистанции. Итак, да, Алексея Навального необходимо снять с выборов мэра Москвы, поскольку слишком много нарушений было допущено им в ходе предвыборной кампании, считает политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин. Что скажет нам колумнист «Комсомольской правды» Сергей Черных? Почему, судя по вашей позиции, Навального не надо снимать с выборов? Ситуация такая, что с выборов надо снимать всех кандидатов. Настолько эти выборы шизофренические изначально. Настолько левая рука не знает, что творит правая. Настолько кандидаты один другого лучше. И мы хоть хотя бы что-то знаем о том, кто такой Навальный, уже благодаря вашей подборке. А сейчас поймаю любого москвича, практически любого, и спроси, а кто такой Собянин? Вот кто такой Собянин был до того, как он стал мэром Москвы? В принципе, никто не знал. Понаехал тут, но не в этом дело. Я думаю, что Собянина не надо снимать, Навального не надо снимать хотя бы, потому что жутко расстроятся социологи и статистики. Социологи ждут, ну какой же там протест, электорат, как же его измерить, потому что никому нельзя верить, а тут вот хотя бы люди, которые придут и проголосуют за Навального, значит, они чем-то недовольны. И Собянин это прекрасно понимает. Если он наберет 98% голосов, это кадыровщина какая-то. Зачем ему столько голосов? Мы смеялись над Лукашенко, когда он говорил, да я же столько набрал, что мне даже убавить себя пришлось. И все говорят, а, дурак, батька-то какой. А тут происходит примерно то же самое, только несколько более изощренной формы. Во-вторых, если мы снимем Навального, его хотя бы нельзя снимать по причине пиар-соображения. Страна и так на внешнем рынке идиотски выразит. Если мы сейчас уберем еще Навального с ними, это лишний повод разораться, что, ребят, ну все, вообще никакой демократии нет. Я думаю, самое главное, почему нельзя снимать Навального с выборов, что у нас, как мне кажется, первое, сколько-нибудь, ну хоть сколько-нибудь выборы, которые не в одну калитку, что нашелся кандидат, который сказал, ребят, ну давайте мне хоть кого-нибудь, ну хоть кого-нибудь для разминки, а то убить дракона. Может, Ланселот победить дракона? Может, но не дракона. То есть вы считаете, что Навальный это Ланселот? Ну, я не считаю Навального Ланселотом, а просто предлагаю уж как в том фильме или как в той пьесе Шварца, не выносить ему в качестве оружия маленький ножичек. Или зубочистку. Да, надо стране хоть как-то учиться, хоть с чего-то начинать, хотя бы даже с Навального, участвовать в хоть какой-нибудь политической борьбе. Ну, я напомню, что оппозиция выдвигала своего кандидата на выборы мэра Химок, однако, к сожалению, тогда это был провал по всем статьям. Так что это не первый опыт, но это так, просто реплика. Итак, вы поняли позицию двух сторон. Итак, Александр Гришин считает, что Алексея Навального необходимо снимать выборов. С выборов слишком много было нарушений. Сергей Черных придерживается другой, прямо противоположной точки зрения. Сейчас на сайте kp.ru продолжается голосование. Вы можете также зайти на этот сайт, ответить на вопрос. И в финале нашей программы мы обязательно подведем итоги и узнаем мнение нашей интернет-аудитории. К нашим телезрителям я обращаюсь, потому что вы также можете принять участие в нашей программе, позвонив по телефону прямого эфира. 8 800 100 ровно 17 01. 8 800 100 ровно 17 01. Пожалуйста, ваше мнение также прозвучает в нашем эфире. Это было бы здорово, чтобы мы на самом деле услышали побольше мнений людей. Но я на самом деле хочу Сергею сразу возразить, ах, ах, как это будет смотреться с точки зрения пиара. Ну как же это у нас с позиции имиджа России во внешнем мире. Ну вообще, ну дайте потренироваться ему на каком-то настоящем... Я думаю, что одно из наших главных заблуждений, что нам на как это внешний мир. Да не на как это внешний мир, мы хотим в нем жить. Сережа, во-первых, выборы проводятся не для пиар-удовлетворения. А для чего они проводятся? Собянин бы еще сидеть два года и сидеть. Нет, давай-ка выборы проведем. Выборы проводятся для того, чтобы народ смог выбрать исполнительную власть людей, которым он доверяет эту власть. Да, я верю. И они должны проводиться по закону, понимаешь? И человек, который говорит все эти годы, говорит, не врать, не воровать, но врать, оказывается, не только ворует, он еще и врет на каждом шагу и нарушает законы. Насколько доказаны факты того, что у Навального все-таки есть реальная фирма в Черногории? Стоп. То, что ему обменяют... Лена, что значит реальная фирма в Черногории? Реальная это значит действующая, приносящая прибыль. Стоп, нет. А это могут снять кандидаты? Да, да, да. По определению Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Значит, активом, бизнес-активом признается доля в ООО или иной соответствующей по структуре компании. Та компания, которая зарегистрирована у Навального в Черногории, как раз подходит под это определение. Стопроцентно. Абсолютно. И не суть важна. Приносит она прибыль, приносит она убытки. Провела она хоть одну транзакцию, хоть один кирпич положил или нет. Это бизнес-актив, который зарегистрирован, который полностью удовлетворяет требованиям закона. И его наличие является формально нарушением закона. Мы говорим не про фактически, мы говорим в данном случае про то, что говорит закон. Понимаешь? С точки зрения закона Навальный однозначно нарушитель этого положения. Так мало того, он еще врал вместе со своим начальником штаба, врал двое суток, пока его не схватили за задницу, пока его не тыкнули прилюдно мордой в эти регистрационные документы, где его подпись стоит. Но вообще штаб Навального это отдельная история, потому что такое ощущение, что там нет никакой координации. Пожалуйста, Сергей, ответь Александру и будем принимать звонки. А что же, отвечает Александру, блестящее подтверждение пословицы «закон что дышло». То есть в отношении Навального законы быть должны. И они должны быть действовать. И должны действовать неукоснительно, как в смысле в отношении любого оппозиционера. Оппозиционер должен быть ангелом изначально. То, что у нас куча несиженных идиотов по стране гуляет, так это вопрос никаких нет. Но оппозиционер должен быть помолчен. Кристальный чип. А теперь конкретно. А что, не беззаконно было сначала сажать Навального в тюрьму, потом отпускать Навального из тюрьмы? Потом в 2007 году. Было всем известно, в 2007 году эта фирма была зарегистрирована. И с 2007 года всем известно, что эта фирма есть. В 2013 году поднастало, пора про нее вспомнить, в конце концов. А этот дурацкий фильтр-то депутатский, не набирает Навального. Эх, давай со своего плеча прикажем отдать депутатам за голоса за Навального. Где закон? Стоп, давайте будем последовательно. Стоп, 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 Сережа. Вот все, что ты говоришь сейчас, в данный момент, это всего-навсего эмоции. Правильные, неправильные, я не берусь оценить. Где-то я на твоих позициях стою, да? Но, кому была нужна в 2007 году эта фирма Навального, которая, как я уверен, реально никакой деловой активности не была замечена. И никакой деятельности не вела до сих пор. Она была зарегистрирована. Ее регистрация подтверждалась все время далее и так далее. А он, он должен был на самом деле, либо передать долю, выйти из состава учредителей и так далее. И тогда бы к нему не было никаких бойкостей. А вам не кажется, Александр, что Навальный просто мог не помнить, что у него была эта фирма Элементарна? Слушай, ну а зачем нам склеротик тогда? Нет, подождите, мало ли что было в 2007 году, и какие, собственно, вот какими сделками он подписывался? Слушай, да его тыкали все время. Те, кто вскрывали его почту, его все время тыкали в эту переписку. В том числе и... Кстати, что его почту вскрывали? Вот мне тоже это интересно. Почему не сидят люди, которые вскрывали его почту? Уважаемые, здесь возникает другой... Секундочку, другой очень интересный вопрос. Отношение Навального и власти. Мы к этому вопросу вернемся. Сначала телефонные звонки. У нас есть те, кто хочет высказаться по этой теме. Я напомню, телефон прямого эфира 8800 100 ровно 1701. Итак, позиция Александра Гришина, что Навального нужно снимать с выборов мэра Москвы. Слишком много было допущено нарушений. Сергей Черных придерживается другой, прямо противоположной точки зрения и говорит, что нет те нарушения, которые были. Ну, или яйца выведенным не стоят, или надуманные, или... Или их надо доказать. Или, соответственно, да. Итак, пожалуйста, первый телефонный звонок. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Навальный не очень годится в мэры какого-либо города. А тем более такого, как многомиллионная Москва. Городскому хозяйству нужны городничьи, которые хорошо разбираются в теплотрассах, канализации, в архитектуре, в жилищном строительстве. А что может политик? Даже... Виталий, извините, у нас речь идет немножко о другом. У нас речь идет о том, с позиции закона. Надо ли нам действовать с позиции закона и снимать этого человека с выборов? Или нам надо сказать, ну, он, может, неопытен, ну, и очень хочется посмотреть, сколько он наберет. Сколько Навальному лет? Вот. Ему 30 небольшим, по-моему. 30 небольшим. Михаилу Дегтяреву нет еще и 30, он гораздо моложе кандидата на пост мэра от ЛДПР. Ну, кстати говоря, я вот как человек, я очень хотел бы, чтобы Алексей Навальный дошел до конца, как говорит Собянин, до финала, чтобы он принял участие в выборах. Но я понимаю, что если мы делаем здесь опять уступку навстречу общественному мнению еще чему-то как-то туда-сюда, а хороший пацан, а лицо какое, а глазки, а хвостик, то, извините, тогда у нас не остается просто место закону. Ну, а хороший хозяйственник, я напомню, на пост мэра Томска выдвинул самоводвиженец дворник, поэтому, может быть, как раз вот такие хозяйственники имелись в виду. Виталий, давайте следующий телефонный звонок. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, пожалуйста, нужно ли снимать Алексея Навального с выбора, потому что слишком с выборов, слишком много нарушений было допущено? Я считаю, не нужно, потому что у нас сейчас пришло такое время, как до революции 17-го года. А постоянно людей унижают, сажают, выпускают, это жить невозможно, допускают, они что боятся, что его вымерут? Значит, он будет достойным, он неправильно его финансировать. А кого он достойно финансировать? Вы мне подскажите, пожалуйста. Все Россия грабили. Понятно. Спасибо, Надежда. Ваш пыл понятен. Навального с выборов не снимаем. Я, правда, половину слов почти не могу. Я тоже, я попросила сделать немножечко погромче наши телефоны звонки. Это на Махновщину, который, понимаешь, но только в современных реалиях. А у нас других рычагов нету победы на выборы. Значит, Максим Наджиб, да, Максим Наджиб, или как в Сирии, там, ДШК, или КПВТ-ку поставил и пошел. И нерадивым чиновникам почки под самые неполучшие. Я за закон, я двумя руками за закон, но когда он соблюдается неокоснительно для всех, а не только для Навального. Для кого он не соблюдается? Да ни для кого он не соблюдается. Вот пока Сердюков с Навальным в одной камере сидеть не будут, я не успокоюсь. Следующий телефонный звонок. Дмитрий, пожалуйста. Чью позицию поддерживаете вы? Здравствуйте. Оба Сердюкова. Дмитрий, вы в эфире. Чью позицию поддерживаете вы? Здравствуйте. Алло. Да-да-да, слушаем вас. Ага, здравствуйте, здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас, говорите, не тратите время. Да, я вас звоню из правительства, из города Астрахань. Вот, и мне так вот немножко даже смешно, да, смешно слушать вот это все. У вас такие, неужели вы думаете, что у Навального есть какие-то шансы или вообще он нужен кому-то? Мы говорим о другом. Понятно, спасибо. Из Астрахани это очень смешно, вопросов никаких нет. Нет, мы говорим именно об этом. И, кстати, вот эта реприка Дмитрия, она очень правильная по одной простой причине, что я не случайно хотела сейчас перевести наш спор в русло отношений оппозиции, Табиш, Навального и власти. Поскольку буквально в воскресенье замруководителя президентской администрации Вячеслав Володин сказал, что конкуренция, на выборах имеется в виду, это долгосрочная стратегия. И, соответственно, он сказал следующее, что на выборы намеренно допускаются политики, которых там раньше едва ли можно было увидеть. В Екатеринбурге Евгений Ройзман, в Москве Алексей Навальный это не разовая акция, это стратегия. Примерно то же самое мы слышим и от временно исполняющего обязанности мэра Москвы Сергея Собянина, который тоже сказал, что Навального с выборов снимать не надо. Пусть дойдет до финальной, как сказал Александр, черты, а там посмотрим, кто на что способен. Кстати, если у нас сейчас готова небольшая реплика Сергея Собянина, мне хотелось, чтобы мы ее услышали, потому что он также, отвечая на вопрос журналистов, вопрос был следующий. А не было ли у Собянина мысли дать Навальному пост в городских структурах? Собянин ответил, что Навальный у нас уже давно работает. И вот чем объяснил свою позицию. Давайте. А вы не знали? У Навального есть портал, пишущий о состоянии дорог. Он так и называется. Росяма. С гендиректором сайта мы заключили соглашение, нам пересылаются замечания о выявленных нарушениях. По каждому факту принимаем меры. Так что Навального можно назвать заслуженным коммунальщиком Москвы. Жаль, предложений от Алексея получаем маловато. Через наш портал проходят сотни тысяч обращений, а от Навального единицы. Но все же спасибо. В воскресенье Болодин заявил эту замечательную вещь о смелом эксперименте, на который решили пойти. И в воскресенье в субботу вечером пришли милиционеры, арестовали пятерых алкоголиков-монтажеров сцены, выпивших монтажеров сцены. И семерых людей, которые топтали лужайки. Потом Навального отвозят с этого митинга разрешенного куда-то в Пятую Парковую. Я напомню, это была встреча Навального с его избирателями. На разрешенной митинги вручают ему яблочко и говорят, это с моего огорода и уезжает. Это что за маразм? Это вот, у меня такое ощущение, что у нас действительно левая рука не знает, что делает правая. Сергей, а значит ли это, что в принципе власть избрала Навального, как знаете ли, ну такую определенную куклу под названием Петрушка, который вроде как всех развлекает, толку от него в общем-то особо никакого нет, но радость доставляет тем, кто хочет вот таких, как мы сказали, реальных выборов. Куча другого народа выбрать на должность Петрушки. У нас этих Петрушек, да посмотрите на остальных кандидатов, того же самого Дегтярева Михаила. Но не в этом дело. К сожалению, к моему величайшему сожалению, это чудо сейчас единственная вменяемая вещь в оппозиции. Вменяемая в чем? Давайте сразу уточним. И самая, извините, раскрученная личность в оппозиции. То есть, кто Немцов сошел с Каспаровым и многими другими людьми. Сергей Рославович, уточните, пожалуйста, что значит вменяемая личность, вменяемая в чем, просто чтобы была понятна ваша позиция. Он держится на людях, он заслужил какой-то авторитет, он набрал какие-то политические очки. И, к счастью, Собянин, может быть, проконсультировался, наверняка проконсультировался, решил, что вот этот парень будет моим конкурентом. Глядишь, процентов 8-10 и отберет. Понятно. 9% дают Навальному сейчас опросы и 54% Собянину. Но эти цифры разнятся с теми данными, которые есть у штаба Навального. Там говорят совершенно о другом. Секунду, я скажу. У штаба Навального уже пора батальоны отправлять в космос. Секунду, Александр. 44% дают Собянину, 24% Навальному. Это модель сферического коня вакууме. Если вот так звезды сложатся. Это подготовка космического легиона для завоевания инопланетян. У нас есть телефонные звонки от наших телезрителей. Буквально секунду я прошу вас подождать, потому что на этот же вопрос относительно отношений Навального и власти я прошу ответить Александру Кришну. Лена, да меня совершенно не волнует отношение Навального и власти. Потому что и то, что сказал Собянин, и то, что сказал Володин, это на самом деле такая индульгенция. То есть можно быть мошенником, вором, чуть ли не убийцей, а может быть и убийцей. Ну вот если ты составишь, то мы тебе все простим. Да нет, ребята. Чем вы тогда лучше или хуже? И власть, которая так вольно манипулирует законы. Так подожди, ты повторяешь мои слова. И оппозиция, которая соглашается на такое вольное манипулирование. Нет, я не повторяю твои слова. Я стою на строгом исполнении законности. В силу чего? Вне зависимости от того. Ути пути, Лесечка? Или мимимиши, Витечка? Или тусит-пусит там какой-нибудь Коленька? Но если он сволочь, нарушил требования законодательства, значит к нему должны быть применены адекватные и соответствующие закону меры. Их применят, если он выйдет в второй тур. Не сомневаюсь. Да не будет никакого тура успокоиться. Хорошо, тогда слушаем следующие телефонные звонки. Я напомню, что сегодня в рамках программы «Радиорубка» мы пытаемся понять, все-таки стоит ли снимать Алексея Навального с выборов на пост мэра Москвы за нарушения, допущенные им в ходе предвыборной кампании. Да, считает Александр Гришин. Нет, считает Сергей Черных. А какой точки зрения придерживаетесь вы? Телефон 8 800 100 ровно 17 01. Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, Сергей, вы в эфире. Здравствуйте. Я прошу нашу аудиторию делать потише. Телеприемники, радиоприемники, чем вы нас смотрите и слушаете. Пожалуйста. Очень долгая связь. Сергей. Очень долгая, потому что вы говорите. Мне Гришину вот вопрос есть. Слушай. Вот. Да, да, да. Ну, сейчас, сейчас говорю. Вот мне просто вопрос Гришину. У нас есть о Навальном. Что он такой плохой? А кто знает, кто такой Собянин, кроме того, как нам его представили из Кремля? Мы же за него ничего не знаем. На какие деньги он выборную программу делает? Откуда он их взял? Есть ли он самовыдвиженец? Ну, а вы пройдите и ознакомьтесь с информацией. Из Екатеринбурга, понятно. С информацией, может, город Сберкома, и там вы все увидите на самом деле. Ох, про деньги Навального сейчас покорить. Ох, про деньги Навального покорить. Спасибо, Сергей. А что касается, Саляна, в Тюмень съездите и спросите. Марина, пожалуйста, вы в эфире. Ваша позиция. Слушаем вас. Мне кажется, что он настолько раскручен, что решать там снимать, не снимать. У него задача-то какая, вы поверх смотрите. У него задача развалить страну. А начинается вот с этих выборов. А вы смотрите, как это. Кто дал ему эту задачу, Марина? Кто ее поставил, по вашему мнению? У вас Демк тоже еще там. Ну да, если вам так хочется. Можно так примитивно. Спасибо, Марина. Кстати, то, что он обучался в одном американском университете, это как воспринимать? Мол, типа, курсы проходил? Слушай, он... В том числе и по тому, как устраивать оранжевые революции. Мол, типа, оттуда... Слушай, курсы проводил, но там столько народу обучалось. Ты сейчас какого правозащитника не плюнь... Не, я не призываю плевать, товарищи. Нет, просто звучала реплика Марины. Почему правозащитника? Не только правозащитники там курс проходили. А сколько детей наших... А сколько детей наших плесных персоналов. То есть поколение готово... Ну, правозащитники очень многие, поэтому я и сказал, в какого правозащитника не плюнь. Астахов Павел, да. Он тоже правозащитник. Вот я и говорю. Но не рекомендую плевать Павла Астахова, он каратист. То есть руку Госдепа мы отвергаем сразу. Руку Госдепа мы убираем сразу. В таком случае давайте... Слушай, ты знаешь, я бы не говорил так однозначно. Все не так просто, все не так примитивно. Делается не по таким связям, не по таким отношениям. Но я вам могу сказать, что никакой Госдеп не приказывал московской полиции предпринимать такие дебильные действия с псевдоарестом, с последующим триумфальным освобождением. Понимаете? И псевдо судом, и последующим триумфальным освобождением. Суд, кстати, был не псевдо, а освобождение временное. Пока действительно существует такая норма. Существует такая норма в законодательстве, позволяющая освобождать осужденного до той поры, пока решение суда не вступит в силу, по статьям, которые не предполагают лишение свободы до приговора. Но почему только в этом случае мы решили применить? За времена СССР это было повсеместной практикой. И было даже отдельное постановление Пленума Верховного Суда СССР о злоупотреблении. Потому что адвокаты вступали в сговор с судьями, и даже после решения кассационной инстанции продолжали оставлять осужденных на свободе на воле. И, кстати говоря, Сергей, я хочу тебе сказать, и после СССР уже в постсоветской России этот нюансик продолжал действовать, но только у очень умных адвокатов и очень сговорчивых судей, которые не выносили этот нюансик на широкое обсуждение. Ответьте мне, пожалуйста, у нас есть телефонные звонки, я прошу наших телезрителей буквально секунду подождать. Вновь я обращаюсь и к Александру Гришину, и к вам, Сергей Черных, с вот с каким вопросом. Скажите, пожалуйста, значит ли это, что то, что мы сейчас видим, вот эти качели в отношении Навального, взяли-отпустили, взяли-отпустили, значит ли это, что ему дается определенный карт-бланш на дальнейшие действия? Значит ли это, что он, понимая, что до выборов в любом случае с ним, скорее всего, ничего не сделают, может позволить себе еще большие нарушения, и если да, то какие? Пожалуйста, Сергей. Ему дали возможность доиграть свою роль. Скорее всего, он доиграет ее при всей нашей совмещательной сложившейся системе полным провалом. То есть после того, как будут оглашены итоги выборов, к сожалению, никакого Навального уже не будет. Вот, собственно, и все через год. Пожалуйста, Александр. Ты знаешь, что этот вопрос тоже не такой простой, не совсем проще, чем в Сирии, да, по отношению к которой сейчас разворачивается подготовка к агрессии, вот, потому что тут достаточно много нюансов. Первое. Что будет 9 сентября, понимаешь? Поднимется ли это стадо хомячков, или как там их называется, болотных, креаклов, креативного класса, рассерженных горожан, сколько угодно, эпитетов, и кинутся ли они куда-нибудь, что-нибудь на кого-нибудь делать, да? Это один вариант. Второй вариант. На 9 сентября назначат заседание конституционной инстанции, и Алексей Навальный будет вынужден 9 сентября утром быть в Кирове уже, да, тем самым обезглавив, так сказать, вот это протестные радикальные движения. Вот. Что там, кто там, куда там? Я, честно говоря, я уже заботился, у меня действительно ощущение такое, что власть, с одной стороны, перестала руководствоваться в этой ситуации действующим законодательством, действительно спускает ему все с рук, и остается только, ну, я не знаю, чтобы он кого-нибудь прибил или побил, как у какого-нибудь полковника милиции, да, вот, я не исключаю, что у нас в ближайшее время для повышения рейтинга Алексея Анатольевича будет разыграна ситуация с покушением на народного любимца, и после которого он, конечно, чудесным образом спасется. А вот кто его разыграет, вот кто разыграет, спасет, полторы недели остается. Действующая власть, чтобы упрощить это маразм, или как ты их называешь? Ты знаешь, ну, полковниками руководит обычно действующая власть, понимаешь? Да вот ты не поймешь, кто кем руководит, с этим освобождением и арестом, да этот шер... Воскресным вы имеете в виду, или керафресовским? Керафресовским, или субботним, и субботним. Понятно. Давайте следующий телефонный звонок сейчас выслушаем. Итак, в эфире Валентина, если я не ошибаюсь. Да. Да, здравствуйте. День добрый. Я считаю, что ни в коем случае нельзя снимать Навального с выборов, хотя я голосовать за него не буду ни при каких обстоятельствах, потому что, понимаете, эту карту потом разыграет наша оппозиция, и обязательно скажут, что это политическое решение, и так далее, и так далее. Пост народ проголосует, будет видно. И я считаю, что он ни при каких условиях не победит. Понятно. Спасибо, Валентина. Ирина, пожалуйста, ваше мнение, и далее прокомментируем. Пожалуйста, вы в эфире. Валентина, что его не следует с ним, пусть он не играет в свою партию до конца. Я звоню из Ярославля, у нас тут Немцов баллотируется. Вот это, я считаю, оскорбление для нашего города. Почему? Объясните. Ну, потому что Немцов ходит там по всяким американским посольствам и так далее. В общем-то, я лично ему не доверяю, я считаю, что он отыгранный вообще от политики. Спасибо. А вас... Подожди, Вина. Ну, Навальный тоже, только так же контактирует с этими персонами. И они, по-моему, даже от одной партии идут, понимаете, выдвинутые. Так почему тогда Навальному надо дать доиграть, а Немцову не надо дать доигрывать? Потому что Навальный в Москве, а Немцов в Ярославле. Ярославль ближе. А почему? Он доигрывает. Доигрывает, понятно. Да, развешивает кругом на столбах объявления. Защитите Урвашова, голосуйте за парна. Ну, ясно. Спасибо огромное. Сергей, пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, надо ли снимать Навального с выборов за нарушение? Пожалуйста. Да нет, ни в коем случае нельзя снимать. Вы прекрасно понимаете, что Навального снимут, любого снимут. Но режим Путина скажет так. Кого поставят, тот и будет. Вы прекрасно это понимаете. Поэтому здесь никуда не денешься. Слушайте, ребят, вы понимаете вообще, дамы и господа, вы понимаете, о чем вы сейчас говорите? Вы говорите, что не важно, что требует закон. Не важно, что требует закон. Не важно его соблюдение. У нас как-то ни разу не соблюдали закон, поэтому не важно, что говорит закон. Надо действовать, исходя из целесообразности, чтобы оппозицию ткнуть мордой. Для этого надо не то, чтобы оппозиция соблюдала требования закона, ничего не нарушала, а просто, чтобы она дошла. Да, да, чтобы она была, дошла, и чтобы ее ткнули мордой, да, в то, во что, чего она достойна. Это ситуация политической целесообразности. Александр, у нас вся страна живет по понятиям. Нас к этому приучили. Слушайте, ну тогда... И как нас к чему нас приучили, то народ и говорит, не затыкаем рот, Александр. Не давай ему не удовлетворить голосом. У нас законы нет, у нас целесообразность политическая, экономическая, какая угодно. Секунду, а вам не кажется здесь несколько странной ситуации, что народ не поверил в выборы даже после того, как они прошли буквально на глазах у народа. Я сейчас говорю о камерах, которые были расположены, и о выборах президента. То есть неужели сейчас даже этот факт не переломил общее сознание, что выберут все равно того, кого надо? Не переломил. У нас страна по переработке людей, любых новостей, плохие. Что угодно возьмите, любую ситуацию, найдется половина населения, а то и больше, которая скажет, да, ребят, ну понятно же, почему все это делается. Ну понятно, почему Собянин выборы решил провести летом. Да потому что летом в Москве пробок нет, все в Турцию уезжают. И вот все прекрасно. Понятно, почему начали... Выбор в осенью. Понятно, почему начали... А не в этом. 8 сентября. Понятно, почему начали бороться с гастарбайтерами. Тоже странно, кстати. Дагестанец по голове милиционера ударил, арестовали вьетнамцев. В рамках предвыборной борьбы начали. Понятно, почему парки приводят. Вот увидите, после 8 сентября все эти парки запустения придут. Я же говорю, чтобы наш народ приучен. Все вокруг плохо, честности нигде нет. Мы действуем по понятиям и присединились к политической целесообразности. Александр. Вот для того, чтобы на самом деле изменить эту ситуацию. Но не с Навального же начинать надо. И чтобы приходили нормальные политики во власть. Но не с Навального же начинать, а с себя. Александр Дегтярев в 10 раз более нормальные, чем Навальный. Да, с сегодняшними его предложениями, конечно, был за всем прекрасен. Устраивать ночные гей-парады, да. И запретить гомосексуалистам сдавать донорскую кровь. Нормальные совершенно предложения. По такому законодательству штата 40 лет живут. Мы уходим в сторону, пожалуйста. Я не вижу ничего плохого в этом. Навальный, честно, к выборам в свое время. Ну, что я хочу сказать. Понятно, что это к выборам, да. Но все равно, что я хочу сказать. Вот до тех пор, да, пока мы продолжаем так жить, пока мы продолжаем говорить, Навального нельзя снять, даже если этого требует закон, мы будем жить вот в таких условиях, в политической ситуации такой, да, что у нас будут появляться вот такие же Навальные, что у нас будут появляться жулики, воры, которые будут приходить во власть. Еще раз вопрос, почему надо начинать с Навального? А вам не кажется, Александр, что... А почему, например, не с Лужкова? В данной ситуации, в Лужкове, в данной ситуации, в данной ситуации, единственный человек, единственный человек, который зарекомендовал себя постоянным нарушителем выборного законодательства в этой ситуации, человек, который идет во власть, говорит, что он будет там жить по закону, да, но при этом закон все время нарушает, является именно Алексеем Туршимовым. Был бы там Левичев, я бы сказал, снимать Левичева. Если бы что-то нарушил Собянин, но ты понимаешь, к Собянину есть масса претензий, которые тот же Навальный, они обоснованы или не обоснованы, это другое дело, там, все эти тонкости, нюансы, но в прямую Собянин нигде закона не нарушил, а Навальный нарушил, поэтому не надо оставлять, вне зависимости от того, кто кому как нравится, не нравится и какую политическую целесообразность он в себе несет. Ну, почему никто не ответил за все предыдущие подтасовки выборов, никто еще не ответил, а Навального давай снимать. Да, ну, это Владимир Больфович, он периодически с именно таким предложением выступает. Валентина, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, мне жаль, что сам Навальный пошел на выборы. Все-таки на 5 миллионов долларов он украл вукировских людей этого леса. Такие добрые люди, которые там живут. Ну, не правду говорить. И с бездовестными глазами пошел еще на выборы. Не надо, конечно, его снимать, но народ должен очень честно и очень правильно проголосовать. Нет, нет, нельзя этих людей. Понятно, Валентина, вы считаете, что вор должен сидеть и не в кресле мэра. Все ясно, пожалуйста. Слушай, я бы рекомендовал сударне на самом деле изучить матчасть, несмотря на то, что у нас отношение к Навальному в принципе одинаковое. Но изучить матчасть и не вылезать с непроверенными сведениями в эфир. Во-первых, не 5 миллионов долларов, а ему инкриминировалось 16 миллионов рублей по делу Киров-Леса и Тарас. Во-вторых, особенности данной уголовной статьи таковы, что вменяются не полученные фигурантам деньги, а весь объем. То есть, грубо говоря, если ты за рубль купил или на рубль украл, за 3 продал, то ты не 2 рубля, а 3 рубля получается. Понимаешь? Вот так вот. Так что за получение дохода бизнесмен должен здесь речь. Скажите, пожалуйста, а может быть все гораздо проще? Может быть, поскольку Алексей Навальный, ну, будем так говорить, молодой политик, относительно молодой, может быть, просто он не знает правил игры. И те нарушения, которые ему инкриминируют, в том числе нарушения при подготовке агитационных материалов, спонсирования компаний из-за рубежа, нарушения про проведение массового мероприятия в Сокольниках и прочее, 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 это все от неопытности. И понимая это, более опытные соперники говорят, ну, хорошо, мы закроем на это глаза, и выборы все покажут, они все расставят по местам. Ты знаешь, я на это могу тебе ответить одним анекдотом, Лен. Когда молодая девушка вышла замуж за старичка, вы мне извините, он не совсем приличный, но и не совсем неприличный. И старается, старается, и ничего не получается. Вот, она ему потом говорит, милый, у меня, говорит, я уже так устала, у меня уже ручки так устали. А он мне отвечает, ну, что ж ты с такими слабыми ручками-то замуж выходила, понимаешь? Александр, вы как всегда от политики в области низменных отношений или высоких? Пожалуйста. Какие низменные? Я думаю, что действительно все исследования показывают, что Москва не совсем Россия в диапазоне 3-4%. И поэтому мы сейчас наблюдаем интереснейшую картину попытки проведения хоть каких-нибудь выборов. Хоть каких-нибудь выборов. И тут действительно все средства хороши, и пускай будет Навальный, потому что все остальное это вообще из жизни бактерий. Это с этим бороться совсем уже неинтересно. Справедливо Россия себя дискриминировала. В Коммунистической партии России только большие специалисты кого-нибудь, кроме Зюганова, знают. Я уж молчу про Михаила Дегтярева. Пускай будет Навальный, пускай будет действительно радость социологам. Отлично. В таком случае давайте мы узнаем сейчас мнение москвичей, поскольку наши журналисты вышли на улицы нашего города для того, чтобы москвичи ответили на тот же самый вопрос, который мы сегодня обсуждали в рамках программы «Радиорубка». Итак, снимать ли Алексея Навального с выборов мэра Москвы за нарушение в ходе кампании? Вот что ответили москвичи. Смотрим и слушаем. Ну, я думаю, что нет. Зачем снимать? Ну, я думаю, на самом деле это абсолютно не имеет никакого значения, снимут его или не снимут. Он однозначно не будет мэром Москвы, по крайней мере, в эти выборы. И вся его деятельность направлена исключительно в данном случае, вот сейчас, на пиар. Да вот афорию все это. А вы как к этому? Убрать кандидата надо. Значит, надо его вымозить дерьмом. Нет, ему не стоит. Ну, потому что это реально тот человек, который может что-то изменить. Не стоит. Ну, должна быть какая-то альтернатива с обедем. Знаете, чернохаленный господин Навальный, мне он, часто говоря, не симпатичен. Пусть он будет по закону, что ему там... Люсь бы это было честно, не знаю. Нет. Раз у нас демократия, значит, пусть будут все. Нет, я не считаю. И то, что сейчас его пытаются снять, я считаю, это сфабрикованное. Это мое личное мнение. За нарушения нет, не стоит снимать. За нарушений никаких нет. Там должно быть побольше кандидатов. У нас остается менее двух минут. Я уже знаю, а про результаты голосования, которое проводилось на сайте kp.ru. Посетители этого сайта отвечали на тот же самый вопрос. Пока я эти цифры утаю. И прошу наших сегодняшних радиорубщиков, Александра Гришина и Сергея Черных, ответить на вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вредят ли эти скандалы Алексею Навальному? Пожалуйста. А эти скандалы только поднимают его рейтинг однозначно. И поэтому у меня такое ощущение, что эти скандалы специально устраиваются даже не теми людьми, которые у него в штабе трудятся, а теми людьми, которых мы не знаем, которые ведут его, пытаются вытянуть наверх. Из властных структур, из властных эшелонов. То есть вполне вероятно, что эти скандалы специально разыгрываются. Да, ну вот по поводу того, что сейчас было на экране, я могу сказать, что я просто видел, я думаю, что вы не будете это отрицать, что подавляющее большинство этих людей, которые сейчас говорили, они понятия не имеют, о чем они говорят. Они понятия не имеют, о чем их спрашивают и в чем заключаются эти нарушения. Я согласен с Александром, что это только идет на пользу Навальному. Я не согласен с заговором темных сил, потому что заговор темных сил у нас упирается в обыкновенный дебилизм, шизофрения и тупость. Это конкретный дебилизм, шизофрения и тупость. Одному другому не мешает, Сереж. Одному другому не мешает. Наши спорщики уже пожали друг другу руки. Ну что, мне остается только сказать о том, какой точки зрения придерживаются большинство тех, кто зашел на сайт КП.ру и ответил на вопрос нашей сегодняшней программы снимать ли Алексея Навального с выборов мэра Москвы. К сожалению, у нас не было голосовалки сегодня. Да, увы, но она проходила на сайте КП.ру. У нас огромное количество телефонных звонков. Я сразу прошу прощения у тех телезрителей, которые хотели высказаться по этой теме, но, увы, к сожалению, мы вас не услышали. Мы понимаем, тема актуальна и горячая. Итак, внимание. Снимать ли Алексея Навального с выборов мэра Москвы за нарушения в ходе кампании? Да, снимать эту позицию Александра Гришина, и ее поддержал 41% тех, кто отвечал на этот вопрос. Нет, сказал Сергей Черных, и пытался доказать, что Алексея Навального не нужно снимать с выборов мэра Москвы, и вас поддержали 59%. Таковы итоги нашей сегодняшней программы. Я Елена Фейна благодарю всех, кто был вместе с нами. Спасибо.